МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! В общере телеканала «Союз» передача беседы с батюшкой и ее ведущей Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях студент 2-го курса магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии и романах Кирилл Порубаев. Отец Кирилл, вновь рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, здравствуйте, Михаил. И я очень рад вновь прийти к вам. Пожалуйста, благословите наших телезрителей. Благословен Бог наш всегда, ныне и пресне, во веки веков. Благодарю. Дорогие друзья, сегодня тема нашей передачи «Приступая к изучению Священного Писания». Звонки в студию мы сегодня не принимаем. Отец Кирилл, почему я сказал, что вновь рад, вы понимаете, потому что мы уже не первый раз встречаемся в этой студии, и сегодня у нас разговор вновь посвящен Священному Писанию, что немаловажно. Мы как бы продолжаем это собеседование с вами, которое мы начали уже, по-моему, полтора года назад. Вот и слава Богу. Да, примерно так, да. Слава Богу, оно продолжается. Поэтому сегодня такая важная тема. Мы знаем, что есть люди, которые, ну, христиане, православные христиане, в большинстве своем, в абсолютном своем большинстве, знакомы со Священным Писанием. Есть те, кто может сказать, я читаю Библию каждый день, или я прочитал всю Библию. Но я думаю, что наша программа сегодня посвящена, конечно, обращена и к этим людям, но в первую очередь тем, кто только еще подбирается к Священному Писанию, думает, с какой же книги начать, с какой стороны к нему подобраться. И вот сегодня мы начнем этот разговор. Поэтому первый вопрос, вот Библия, что она из себя представляет? Это книга книг. Библия, ну, с греческого языка это слово переводится буквально как книги, или, может быть, даже лучше книжечки. И представляет она собой целый ряд книг, которые описывают события, истории Ветхого Завета, то есть жизни человечества до Рождества Иисуса Христа, а также события Нового Завета, то есть жизнь самого Господа Иисуса Христа, а также деяния Его учеников, апостолов, а также Библия включает в себя так называемые послания апостолов, говоря обычным языком, это письма, которые апостолы писали той или иной группе христиан, той или иной общине, по необходимости писали эти письма, эти послания для того, чтобы разрешить назревшие вопросы, назревшие сложности. Таким образом, мы можем сказать, что Библия — это книга, которая описывает историю. Но надо уточнить, какую историю. Историю, наверное, можно сказать, божественного промысла, который действует среди людей, который действует в человечестве. Если угодно, это божественная история, которая продолжается вплоть от сотворения мира и вплоть до наших дней. И очень важный момент, что для нас значит сама Библия. Поскольку, если мы, может быть, возьмем и подойдем к человеку на улице, первому попавшемуся человеку, и спросим, а что для него Библия, ну, он скажет, это религиозная книга, которая описывает какие-то события. А что она для него значит? Значит, он, наверное, затруднится ответить, да, наверное, к сожалению. Но для нас, для верующих людей, Библия является Словом Божиим. И об этом никогда не надо забывать, да. Поэтому мы говорим, что это божественная история. Не просто история человечества, не просто описание жизни некоего Иисуса Христа, в том числе, да, но описание жизни Господа Иисуса Христа. Здесь, наверное, уместно упомянуть о так называемом термине богодухновенность священного Писания. Что он означает? Он означает, что Библия была написана не просто человеком, она была написана, если можно так выразиться, в соавторстве человека и Бога. Причем соавторство это происходило более-менее на равных условиях. Таким образом, и человек что-то свое внес в создание священного Писания, и Господь. Господу, Святому Духу принадлежат, конечно, идеи. Принадлежит то направление, в котором направлялось сознание человека. Но человеку принадлежит культурный окрас, наверное, литературный стиль, жанр, который он выбирал для той или иной книги. Да, мы понимаем, что, конечно, в разные эпохи, а Библия, Священное Писание, она создавалась в самые различные периоды жизни человечества, начиная, мы точно не можем сказать, но начиная, скажем, с 15 века до Рождества Христова, и вплоть вот до первого века по Рождестве Христовом. И, конечно, каждой эпохе соответствуют какие-то свои черты. И вот это соработничество и принесло свой плод, Библия, которая является для нас священной книгой, которая является для нас Словом Божиим, и которая является, если угодно, для нас святыней. И вот когда мы в соответствии с темой сегодняшнего нашей беседы приступаем к изучению священного Писания, мы, с одной стороны, должны знать, конечно, что такое Библия, из каких книг она состоит, должны знать, что она писалась в разные эпохи, но ни в коем случае не должны забывать, что Библия для нас это Слово Божие, это святая книга, она отличается кардинальным образом от любой другой книги, отличается потому, что непосредственную часть в ее создании принимал Святой Дух. А вам доводилось встречаться с людьми, которые разбивались о Библию, еще толком-то и не начав ее читать? Вот я таких людей встречал. Разбивались они о книге Ветхого Завета, но это реже, но чаще они разбивались о родословную Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Они просто не понимали этих имен, списка этих имен, и говорили, если и дальше так будет, то мне неинтересно это читать. Конечно, пытливый ум, так скажем, пойдет дальше и продолжит. Но вот здесь было так. К чему я это клоню? К тому, что имена-то эти все, когда мы знакомы с Ветхим Заветом, нам понятны и близки. За каждым именем стоит своя история. Это конкретный человек. И вот интересно, что книга, Библия, включающая в себя много книг, собрания книг, настолько гипертекстуально, что книги, написанные когда-то очень давно, отсылают нас к книгам, которые написаны недавно, и наоборот. Как так получилось? Намеренно или ненамеренно? Да. Вы затронули большое количество тем. Наверное, сейчас я буду их постепенно раскрывать. Да, пожалуйста. Первый вопрос, встречал ли я таких людей, которые разбивались о Библию, видимо, вы имеете в виду, начав ее читать, встречали что-то такое, что для них казалось неприемлемым. Или же просто непонятным. Или непонятным, тоже верно, да, и оставляли это чтение. Вот вы упомянули родословие Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Ну, надо здесь уточнить, что это родословие приводится в первой же главе Евангелия от Матфея, если угодно, в самом начале Нового Завета. И обычный человек начинает читать Библию, конечно, открывая Новый Завет, и на первой же странице он встречает, ну, почти целиком первую главу, занятую вот этим самым родословием, списком имен, непонятных, действительно сложных. и, конечно, бывает некое впечатление отрицательное, и непонятно, как же это я буду дальше, дальше читать такие вещи. Но бывают, наверное, и другие случаи. Мне встречались люди, которые говорили, вот я читаю Новый Завет, столько нового для себя открыл, но, конечно, многие вещи мне понять сложно, многие вещи мне принять сложно. как, например, если у меня ударили в одну щеку, я должен подставить другую щеку. Или из Ветхого Завета, который вы тоже упомянули, очень часто человек говорит, там описывается такое количество воин, зачем же я должен читать такие вещи, эту жестокость, как же я должен воспринимать и относиться к такой жестокости. Да, такое бывает, к сожалению, и, наверное, средством к решению этой проблемы, к уврачеванию этой проблемы может быть вот какой подход. Когда мы читаем Библию и что-то в ней не понимаем или что-то мы не можем принять, в ней что-то нам кажется сложным, то мы должны сказать так себе. Помни о том, что это Слово Божие, это священная книга. Мы должны сказать сами себе и, может быть, обращаясь к Господу, что, Господи, вот я не могу этого понять и мне даже кажется, может быть, это неправильно. Ты здесь описываешь такие вещи, которые, на мой взгляд, совершенно неправы. И я не согласен с ними и сейчас я с ними не соглашусь. Но я прошу тебя, ты открой мне, может быть, не сейчас, по прошествии какого-то времени, может быть, после приобретения жизненного опыта или просто каких-то знаний, я пойму, что действительно, Господи, ты прав. И я очень хочу это понять, я очень хочу разрешить этот вопрос. То есть вот эти сложные моменты надо уметь отложить в сторону, не разбиться в них, не пытаться в лоб идти, не пытаться идти напролом, но, быть может, отойти, обойти, отложить в сторону, понимая, что рано или поздно мы вернемся к этому вопросу. И я думаю, что любой человек, и верующий, и неверующий, может сказать, что с ним бывают такие вещи. От этого никуда не деться. И происходит это потому, что священное писание, вот как вы упомянули это слово, гипертекстуально, если можно так выразиться. Вообще, что означает это слово? Это означает, что текст по ходу повествования в том или ином своем фрагменте, в том или ином своем стихе обращается, то есть иногда цитирует, иногда явно, иногда не явно, иногда, может быть, даже через какой-то образ этот текст цитирует самого себя только в другом фрагменте. Таким образом, Библия построена таким образом, что, скажем, Новый Завет очень часто обращается к Ветхому Завету. И действительно, для того, чтобы читать Новый Завет, читать полноценно, понимать его полноценно, необходимо быть знакомым и достаточно глубоко знакомым с Ветхим Заветом, поскольку иначе мы не поймем почему в родословии Господа Иисуса Христа в Евангелии от Матфея у нас обычно приводятся имена мужские, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. А иногда вдруг упоминаются женщины. Их всего несколько. Несколько буквально женщин упоминаются в этом родословии, и человек, не знающий, не поймет, а почему они там упоминаются. Особенно от бывшей Заурию. Да, даже по имени называется, да. Вот оказывается, что здесь, вот скажем, в этом примере от бывшей Заурию, автор специально показывает нам, что в родословии Господа Иисуса Христа существовали люди, вот среди его предшественников существовали люди, которые, конечно, были небезгрешны. И несмотря вот на этот грех, вот конкретно в том примере, который вы сейчас привели, автор обращается к греху царя Давида, который нечестным образом взял себе в жену вот эту самую женщину, бывшей, которая была замужем за его военачальником Урию. И это был грех. И в Священном Писании однозначно показывается, что это грех Ветхого Завета. И евангелист Матфей специально включает ее в родословие Господа Иисуса Христа, чтобы показать, что Господь, придя в мир через этих людей, преодолел грех, что Он действительно стал таким, как мы, кроме греха, и стал выше греха, преодолел этот грех. И человек, который читает Священное Писание, Ветхий Завет, Новый Завет, он, может быть, вначале не поймет этого, но ведь изучение Священного Писания, оно происходит не за один месяц, даже, быть может, не за одно прочтение, не за один год. На протяжении многих лет этот процесс происходит. И рано или поздно он узнает о том, почему евангелист Матфей, апостол Матфей, упоминает именно вот именно эту женщину и некоторых других. Человек, знакомый с Ветхозаветной историей, читая этот текст, сразу будет вспоминать те или иные образы Ветхого Завета. Есть такая фраза, которая говорит, что Новый Завет в Ветхом сокрыт, а Ветхий в Новом раскрывается. И вот, наверное, показывает эта фраза тесную взаимосвязь Ветхого и Нового Завета и показывает вот эту самую гипертекстуальность. С другой стороны, показывает эта гипертекстуальность, показывает также и то, что люди, которые создавали Священное Писание, они, конечно, в совершенстве владели историей. Они в совершенстве знали вот эту богочеловеческую историю, эту историю действия промысла Божия среди человеческого рода. И человек, который начинает изучать Священное Писание, должен иметь это в виду. И если он видит цитату Ветхого Завета, которая присутствует в Новом Завете, и он ее не понимает, он не должен сразу отчаиваться, он должен понимать, что перед ним непростая задача понять, понять, может, этот фрагмент. И ее не так вот просто, ее так будет не решить. Ему требуется время для того, чтобы объять весь этот материал. И нужно с терпением подойти к этому процессу изучения. Когда Вы говорили сейчас, я услышал очень важный момент, что мы можем не понимать какой-то фрагмент, но, обратившись к Господу, помолиться о том, чтобы Господь открыл нам понимание вот этого нам непонятного отрывка. В связи с этим возникает такой вопрос. Чтение Библии и молитва, всегда ли они связаны? То есть, например, помолиться, приступая к чтению Библии, и в процессе чтения тоже прибегать к молитве. Ведь есть примеры, когда человек совсем далекий от церкви берет Библию и начинает читать. Это хороший пример, как он ее уже для себя откроет, это другой вопрос. Придет ли он через это чтение, откроется, или ему что-нибудь, или нет, неизвестно, но, тем не менее, молитва и Библия. Наверное, в каждом индивидуальном случае, особенно, если мы касаемся людей, достаточно далеких от церкви, это очень бывает по-своему, по-особенному. В каждом отдельном случае решение бывает своим. Отдельно мы не похожим ни на какой другой случай. Но, скажем, если мы говорим про людей церковных, то ни для кого не секрет, что, в общем, каждому из нас следует каждый день читать Священное Писание, и, в общем, даже существуют более-менее традиционные правила чтения Священного Писания, скажем, одну главу из Евангелия Нового Завета и две главы из Деяния апостольских или Послания апостольских. И это правило чтения Священного Писания, каждодневное правило, оно соединяется также с другим повсеместно распространенным правилом читать утренние и вечерние молитвы. И таким образом мы видим, что в нашей жизни, в нашей церковной жизни, две вещи чтения Священного Писания и молитва в общем стоят в одном ряду. Это два очень похожих, но немножко различающихся способа обращения ко Господу. Но вы знаете, что за богослужениями, как, например, на богослужении Божественной Литургии, также Всеночного Бдения, мы всегда обязательно читаем Священное Писание, Слово Божие. Это один из центральных моментов совершения богослужения. Поэтому молитва и чтение Священного Писания, они нераздельны. Ну, что еще можно сказать? Наверное, надо понимать, что те, кто создавали Священное Писание, как Ветхого, так и Нового Завета, это были люди, очень близкие к Церкви, и которые, конечно, значительную часть своего времени проводили в молитве. Например, существует даже мнение, что Евангелие от Матфея, первая книга Нового Завета, она была создана для общины ранних христиан, которая где-то жила в Иерусалиме, вероятно, это была община, которая состояла еще из бывших иудеев, да, и община, конечно, была церковная. И таким образом, если и мы совершаем молитву и соединяем с этим чтение Священного Писания, как, собственно, мы и делаем в нашей повседневной жизни, мы приближаемся к тем, кто создавал это Священное Писание, приближаемся к тем, к кому оно было адресовано. Поэтому, наверное, просто нужно, если мы живем этим, то мы даже не продаем этому особенного значения и не обращаем на это внимание, что мы так и делаем, соединяем чтение Священного Писания и молитву. А если же мы еще, быть может, далеки от церкви, не настолько близки, то пускай вот этот образ жизни, это действительно образ жизни, пускай этот образ жизни будет для нас некоторым идеалом, некоторой целью, к которой мы должны прийти и рано или поздно придем. Это совсем не сложно. Для того, чтобы прочитать одну главу из Евангелия требуется совсем немного времени, быть может, 5-10 минут, да, совсем немного времени требуется этому уделить. Ну, и я позволю здесь, может быть, развить эту тему, уже касаясь непосредственно чтения Священного Писания, вот наша, тема нашей беседы звучит как «приступая к изучению Священного Писания». И надо, конечно, сказать, в первую очередь, что главный способ изучать Священное Писание — это читать Священное Писание. Читать его регулярно следует. Читать как Новый Завет, так и Ветхий Завет. Без этого мы, конечно, никуда не денемся. Никуда мы не сможем продвинуться, если мы не будем читать Священное Писание. Мы можем читать различные статьи, быть может даже какие-то новости, которые говорят про Ветхозаветные события и что-то связанное с археологией, современное открытие ученых, которые действительно имеют место быть касательно, скажем, Царя Давида или жизни Господа Иисуса Христа и археологии в Иерусалиме. Мы можем читать сколько угодно таких статей, но если мы не будем знакомы с текстом Священного Писания, если он не будет нам близок, если мы не будем лично знакомы с событиями, которые там описываются, то у нас ничего не получится. И поэтому самый первый рецепт для изучения Священного Писания это читать, читать Библию, читать регулярно. Это должен быть образ нашей жизни в той или иной степени. Пускай каждый человек найдет какой-то свой способ это делать, но все-таки это в той или иной мере делать необходимо. И поверьте, мы будем открывать через это чтение какие-то особые вещи, которых раньше, быть может, не знали. Помню, когда я впервые решил приступить к чтению, это было еще до поступления в Духовную Академию нашу, у меня даже в голове играла такая музыка, которая может быть свойственна для таких эпических сцен в исторических фильмах. она как-то появлялась сама собой, потому что страница за страницей, когда я читал, я так удивлялся, я думал, а что же будет дальше? И в связи с этим два вопроса, на которые можно в любой последовательности ответить. Первое. Вот мы начинаем читать, и нам может быть совсем неинтересно, но, предположим, человек все-таки поставил перед собой цель прочесть и читает. А может быть настолько интересно, что хорошую книгу иной раз человек может читать с пометками, а может читать на одном дыхании. И вот он на одном дыхании читает, и читает Священное Писание, везде с ним ходит, и в метро его с собой берет, и на работу в перерыв, и дома. Это первый вопрос. А второй, может быть какая-то конкретная книга для человека, который собирается начать читать, с которой это было бы проще сделать? Такая, так скажем, водная, новозаветная книга водная и водная книга в Ветхом Завете. Да, очень хорошие вопросы вы задали. Ну, касательно первого вопроса, я думаю, опять же, в каждом случае это бывает очень индивидуально. Если кому-то легче прочитать на одном дыхании, то пускай он читает, конечно, на одном дыхании. Скажем, наши преподаватели в академии, они говорят, что бывает очень полезно, скажем, взять одно Евангелие от Марка и целиком его прочесть за один день. Это возможно, поскольку оно совсем небольшое. Мы читаем гораздо большие книги в гораздо меньший срок. Вопрос только в том, поставим ли мы себе такую задачу или нет. Но, наверное, важным элементом нашего чтения должна быть постоянность. Вот эта постоянность должна присутствовать. Не так, что мы раз в год открываем Священное Писание, постоянно, изо дня в день мы его читаем, мы его читаем, каждый раз что-то новое для себя открываем. А вот касательно второго вашего вопроса, касательно пособия, то вот вы, наверное, даже предвосхитили то, что я сам хотел сказать. Быть может, быть может, следует человеку начать знакомиться со Священным Писанием именно вот с такой вводной книги. Даже, быть может, прежде чем читать само Священное Писание, следует обратиться именно к такой вводной книге. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Вот, скажем, есть книга, автором которой является Лопухин, она называется «Библейская история Ветхого Завета». он в ней в общем суммирует Ветхозаветные книги, суммирует Ветхозаветную историю, дает иногда некоторые комментарии и излагает все эти события в повествовательной форме. Таким образом, читателю оказывается достаточно легко читать эту книгу с одной стороны, поскольку она написана на более доступном языке, в более простой форме, если угодно, в более интересной форме, если угодно, поскольку непосредственно текст Ветхозаветного бывает достаточно тяжел для чтения. И вот для того, чтобы у человека сложилась общая картина вообще Ветхозаветной истории, ему, пожалуй, следует прочитать, например, эту книгу. Да, она не единственная, как она вообще не единственная книга этого автора. Да, Лопухина, у него много разных книг. Но вот если человек прочитает эту книгу, он сразу получит общее представление о тех событиях, которые происходили в Ветхом Завете. Я говорю сейчас только про Ветхий Завет в качестве примера. А с другой стороны, он получит и оценку этих событий, если угодно, богословский комментарий, который тоже может быть очень разным. И Лопухин предлагает свой взгляд, есть совершенно разные способы, самые разные подходы к комментированию, к толкованию Священного Писания. Но, по крайней мере, у человека, который первый раз знакомится с Ветхим Заветом, сложится какое-то мнение, сложится какое-то представление о тех событиях, которые происходят в Ветхом Завете. И когда после этого, после прочтения этой книги, он начнет читать уже непосредственно текст Священного Писания Ветхого Завета, книги Бытие, Исход, дальше Числа, Левит и так далее, можно много их перечислять, он уже будет знать, о каких событиях идет речь, поскольку он будет немножко подготовлен к прочтению этих событий, ему будет гораздо легче. И, наверное, это будет одним из хороших подспорий для изучения Священного Писания Ветхого Завета. Ну, скажем, если мы зададимся целью изучать Новый Завет, то такой книгой можно назвать книгу епископа Кассиана Безобразова «Христос и первое христианское поколение». Как эта книга епископа Кассиана, так же, как и книга профессора Лопухина, они были написаны обе до революции в России, но они не утратили актуальности и по сей день. И опять же, епископ Кассиан, он излагает в своей книге некую сумму четырех Евангелий, излагая события в более литературной форме. Ну, эта книга может быть немножко более сложна, чем книга Лопухина, о которой мы только что говорили, но опять же, человек, прочитав ее, получит общее представление о событиях, которые происходили в Новом Завете теперь. Таким образом, вот если подводить итог второму вопросу, я, пожалуй, советую, ну, это как мое личное мнение, может быть, человеку, незнакомому с Библией, вначале прочитать книгу такую общую, как, например, профессора Лопухина, «Библейская история Ветхого Завета», и позом уже знакомиться непосредственно с текстами книг Ветхого Завета. Ну, касательно Нового Завета, может быть, я бы не стал так явно выделять книгу епископа Кассиана, но в любом случае ее следует прочитать или до, или после прочтения четырех Евангелий. Здесь уже, наверное, может быть, даже лучше Евангелие прочитать в начале, но эту книгу также важно прочесть и как бы человеку откроется жизнь Господа Иисуса Христа совсем с другой стороны, потому что, опять же, епископ Кассиан дает некоторые комментарии, пояснения, излагает это более-менее в повествовательной форме, человеку будет очень полезно и нужно это прочесть. Да? То есть, с одной стороны, не надо забывать, что для того, чтобы изучать Священное Писание, его нужно читать непосредственно текст, и у нас есть перевод, синодальный перевод, как называемый, сейчас появляются новые переводы, современные переводы. А с другой стороны, обязательно нужно обращаться к другой литературе. И если мы спрашиваем, а к какой другой литературе вспомогательной обращаться, то прежде всего должны быть вот такие вводные книги, которые фактически излагают тот же самый текст, но более простым языком, быть может, подчеркивая главное, опуская то, что начинающему читателю не так важно. И вот к этим книгам прежде всего следует обращаться. Ну, раз мы с вами заговорили про книги, наверное, имеет смысл упомянуть еще некоторые другие, ну, нельзя не сказать о курсе лекции Игоря Цезаревича Мирановича, который преподавал в нашей Петербургской Академии. Вот несколько лет назад вышел труд его лекций, которые называются лекции по священной библейской истории Ветхого и Нового Завета. Мне, к сожалению, не довелось слушать его лекции, но все те, кто слушали его рассказы о Ветхом, о Новом Завете, они говорят, что это был удивительный человек, который своими лекциями мог заинтересовать в необыкновенной степени слушателей. И вот эти лекции были недавно наиды, но я советую прочесть, например, и их. За ним, кстати говоря, пришел преподавать на его место его ученик, отец Евгений Горячев. И вот я был тем студентом, который первый год слушал лекции отца Евгения. То есть тоже у него введение в священное писание было, и мы вместе с ним входили в пространство священного писания. Было очень интересно. Вот как раз он ученик Игоря Царь Заревича, и тоже жаль, что не застал, но, слава Богу, что изданы его лекции, да. Вот вы так очень хорошо сказали войти в пространство священного писания. Бывает, что текст достаточно сух, как в ветхом, так в Новом Завете. Он сухой бывает текст, на первый взгляд неинтересный, лишенный каких-то деталей часто, но просто надо обладать знаниями, культурными, историческими, для того, чтобы понимать, о чем пишет автор. Автор часто не описывает какие-то детали, но человек, который знает контекст, в котором создавалась книга, контекст событий, которых пишет, он вдруг понимает, что он оказывается в своем мире очень богатом, очень мудром, очень глубоком. И вот надо лишь попасть в этот мир, чтобы полюбить чтение и изучение священного писания, поскольку это целый мир, который каждый человек должен открыть, безусловно, для себя. А вот святоотеческие толкования священного писания и проповеди на те или иные фрагменты библейские, они по зубам новичку или тут тоже весьма и весьма индивидуально? Потому что бывает такое, что очень глубокие толкования бывают как-то в общем. Святоотеческое предание, оно же огромное тоже это надо учитывать. Да. Ну вот мы говорили, упоминали сейчас Игоря Цезаревича, он советовал своим студентам читать труды Иоанна Златоустого, который является одним из главных толкователей Нового Завета. Есть еще очень известное распространенное толкование феофилакта болгарского. И может быть я бы посоветовал, опять же, это мое личное мнение, обращаться к толкованиям, непосредственно толкованиям этих авторов. Может быть в случаях, когда мы встречаем фрагмент текста, он нам непонятен, и вот тогда мы откроем книгу толкования на той или иной странице и прочитаем, а как Иоанн Златоуст комментирует этот текст. Вот вы спросили, понять ли он новичку будет его толкование? Ну, может быть, будет немножко сложновато, хотя, конечно, основную мысль автора он поймет. Но зачастую, например, автор толкования, вот, Святой Отец, он хорошо знаком, скажем, с греческим языком, древнегреческим, на котором написано Евангелие. И часто бывает толкование обращается к греческому тексту, как бы поясняя, почему в греческом тексте Евангелия используется та или иная форма. Но это происходит скрытым образом, и читатель, читая вот текст Иоанна Златоустова, он даже не сразу догадается, что оказывается в этом месте Иоанн Златоуст, пиша свои строки, записывая вот эти слова, он и держит в голове греческий текст, и его комментирует, как бы поясняя немного, может быть, для неискушенного читателя. Но вот Игорь Тезервич, еще раз напомню, советовал читать непрерывно труды Иоанна Златоустова, которые не ограничиваются, конечно, только толкованиями, и, наверное, к ним тоже надо относиться так же, как и к чтению Евангелия или вообще Священного Писания. Если нам что-то непонятно, сложно, ну, надо сказать, ну, наверное, пройдет время, мы поймем это. А что-то будет, безусловно, понятно, поскольку это действительно великие отцы и их труды очень глубоки для нас, очень важны для нас. А вот те произведения, которые, так скажем, да, ну, безусловно, произведения, те пособия, которые создают наши преподаватели, весьма и весьма интересные, и, кстати говоря, небольшие по объему, видимо, как раз рассчитанные на тех, кто собирается приступить к чтению Священного Писания. Можем ли мы их рекомендовать нашим телезрителям вот для начала? Да, безусловно. Ну, сразу отвечая на вопрос, упомяну, может быть, издание введения в Ветхий Завет Дмитрия Георгиевича Добыкина, преподавателя нашей Академии, и издание введения в Новый Завет Протерея Дмитрия Георгиевича, заведующего кафедрой библеистики нашей Академии, они вот как раз и дают эти начальные знания. А вот здесь надо уточнить, начальные знания о чем? Мы уже вскользь сегодня упоминали, что человек, приступающий к изучению Священного Писания, прикасается к самым разным эпохам, с их культурным, историческим, религиозным контекстом. И вот книги введения Ветхи в Новый Завет, упомянутых только что авторов, или других авторов, их достаточно много, они как раз и знакомят человека, знакомят читателя вот с этими контекстами. Кто такие, например, фарисеи и саддукеи? Мы очень часто встречаем эти имена, эти наименования на книгах, на страницах Нового Завета, но обычно мы так к ним привыкаем, что и не спрашиваем себя, кто они такие, эти люди, чем они занимались, чем они, по крайней мере, отличаются, чем фарисеи отличаются от саддукеев, существуют ли сейчас они, например, что с ними произошло? И вот на такие, на такого рода вопросы как раз и призвана отвечать вводная литература. То есть мы видим уже два разных подхода к изучению Священного Писания. Тот подход, о котором мы говорили в начале, Лопухин, епископ Кассиан Безобразов, это обработка текста и изложение его в более доступной форме, с некоторыми комментариями, в такой прозаической форме, если можно сказать. И с этого, может быть, я рекомендую начать. Это один подход, путь непосредственно к тексту. А есть подход совершенно с другой стороны, подход к эпохам, подход к культуре, подход к религиям, тех народов, которые окружали, создатели Священного Писания. И это подход с другой стороны, и, конечно, он не менее важный. Но есть и другой аспект, например, это жанр. Жанр, например, псалмы. Это поэтика, это библейская поэзия. Совершенно другой жанр. И жанр, отличающийся, например, от жанра повествовательного книги «Бытия». И можно и с этой стороны изучать книги Священного Писания, изучать текст. И человек, изучающий Священное Писание, он рано или поздно должен познакомиться со всем этим богатством, чтобы понимать, насколько богато и глубоко, какие глубокие темы затрагивает Священное Писание, и как, оказывается, оно не просто устроено. Да, это целый мир. Это люди описывали свою жизнь, описывали не просто свою жизнь, но действия Бога в их жизни. И, конечно, это не лишено культурного контекста. И вот пособия наших преподавателей, они адресованы в первую очередь, наверное, студентам, но ведь каждый студент когда-то в первый раз открыл книгу Священного Писания. В каком-то смысле каждый студент является новичком, приступая к изучению Священного Писания. Поэтому, конечно, и нашим телезрителям тоже можно посоветовать прочесть эти книги для того, чтобы открыть для себя огромное количество новых и очень важных, неожиданно важных, неожиданно, если можно даже здесь и это уместно упомянуть, неожиданно интересных аспектов создания Священного Писания, культуры, религий, традиций. Да, безусловно. Насчет новичков с каждым годом, когда мы продвигались на наших аудиторных занятиях, поскольку мы с вами вместе проходили это поприще, это учеба, да, я каждый раз чувствовал себя новичком, каждый год, потому что каждый год удивительным образом мы же начинали изучение Священного Писания с тех сторон, с которых мы, может быть, никогда и не смотрели, а преподаватель нам предлагал, а давайте мы посмотрим еще вот таким вот образом. Да. И в связи с этим, да, вот вопрос, может быть, он даже и последний на сегодня, в связи с тем, что времени остается совсем немного, если есть возможность заниматься изучением Священного Писания с наставником, я имею в виду самые разные варианты здесь могут быть, это библейские группы при храмах, это просто общение с, так скажем, человеком, который уже в чтении Священного Писания преуспел, то есть, с которым можно посоветоваться, поговорить, или же катехизаторские курсы, и так далее, ну, выше уже Духовная Академия, то есть, если уже есть такое дерзновение, да, у человека и желание служить Священному Писанию, он идет уже дальше, но вот здесь, когда пока еще такого желания не возникло, что лучше? Какие могут быть варианты? Безусловно, наверное, самый лучший способ изучать, вообще изучать что-либо, это иметь учителя. лучше всего, когда это происходит в каком-либо организованном, каким-либо организованным образом, может быть, катехизаторские курсы, да, для наших телезрителей, наверное, это самый подходящий способ, они вот проводятся в нашей Александровской лавре, я думаю, что и в других епархиях они проводятся в той или иной форме, на приходах, или при епархиях непосредственно, и, наверное, это самый лучший способ, когда люди собираются вместе, как ученики, у них есть наставник, и он дает людям задания, прочесть что-то, дает им, читает им лекции, и вот здесь есть еще один очень важный аспект, наверное, очень хорошо о нем уповянуть в самом конце, мы с него начали на самом деле, и им же закончим, Библия является Словом Божиим для нас, это не надо забывать, а создана она была где? Она была создана в церкви, и поэтому прерогатива церкви, именно церкви, и только церкви, учить священному писанию, учить, как его понимать, поскольку, как мы знаем из нашей жизни, понимать его можно очень разными образами, иногда даже диаметрально противоположными, вот иметь такого учителя, учителя, который принадлежит церкви, наверное, самая большая радость для человека, приступающего к изучению священного писания, а уж в какой конкретной это форме произойдет, на приходе, в духовном училище, семинаре или где-то еще, может быть, не так важно, важно, чтобы этот человек был человеком церкви. Благодарю вас, отец Кирилл, время нашей программы подошло к концу, и хочется выразить благодарность еще и еще раз за эту беседу, дай Бог, что она для многих наших телезрителей, для тех, кто приступает к чтению священного писания, для тех, кто уже читает, станет полезной, необходимой, и наши дорогие телезрители услышат те нужные вещи, которых, может быть, им так не хватало. Так что, друзья, дерзайте Божьей помощи. Спасибо вам. Спасибо, отец Кирилл. Давайте прощаться. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были и романах Кирилл Порубаев, и ведущий телепрограммы «Беседы с батюшкой» Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго, и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семка ma